привет вас на ваш экранах вечерние прикольные новости за 29 мая 2020 года и так что сказать дождь прошел вода замечательная а как видите все живет даже очень хорошо все разговоры о том что все умрем от коронавируса не продать продажать вообще по большому счету нанесите он еще прошли замечательно растет хорошо поле просто белый цапли ходят чайки летают да 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 для лисицы расширились возможности теперь можно походиться на зайчику серьезно серьезно очки нет просто классно просто классно так что новости должны быть тоже очень-очень хорошие а зачем на путь первая ночь но я бы хорошее кабинет министров разработал новую программу повышение заработной платой услуги я бы немножко рассказывал что там будет там планируется сделать типа так вот есть оклад плюс есть как бы скользящая доплата есть премии есть бонусы есть социальный пакет так дальше пересказывать все не буду потому что она довольно запутанно честно говоря система я так понимаю будут действительно случаи когда в некоторых служащих не зависит от воздушность может быть невысокая невысокая но будет все классно не удивляйтесь будет действительно хорошая оплата для чего это делается для того чтобы поднять зарплату услуги и поднять престиж работы госучреждения согласен смотрите очень часто говорят а вот как коррупция там я еще раз говорю если вы сделаете очень хороший бонус пакет очень хорошие премии то чиновнику будет невыгодно особенно средняя звена власть всякие мелкие аферы нафиг ему нужны ваши 100 долларов он потеряет больше вот тогда не работает не европе действительно бизнес коррупция то есть миллионы ворочи так дальше а вот тоже называется бытовая коррупция да нет а чиновнику нет нет смысла брать у вас взятку он потеряет больше и вот для этого красота не дает еще там система предполагает такая что если чиновник работает долго к нему нет жалоб ну как бы все 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 замечательно у него зарплата растет плюс когда он выходит на пенсию и у него хорошая пенсия и самая хорошая социальная пакет ну посмотрим как это сработает не звучит хорошо в европе это работа европе да действительно а они не берут конечно не берут им просто невыгодно брать потому что ваши копейки мне нужно не потерять больше потому что если обвинять в том что они вас попытались намекнули взять уже плохо так что ждем повышение зарплаты но сразу говорю это только данном случае постановление кабина окончательно повышение то есть будет только в следующем году то есть в этом году по старому а это рассчитано на будущее на следующий год прощите госбюджета на следующий год будут учитываться уже новые зарплаты для услуги хорошего да замечательная новость вторая новость я сказал бы супер замечательно значит с первого ряда 2021 года вы сможете помощью смарт ну короче кассовый аппарат будет смартфон другими словами у вас есть смартфон есть и перестаньте мне размазывать сопли по мордашке рассказывать ой кассовый аппарат нет вы частные предприниматели смартфон у вас есть есть значит теперь вот минфин совместно с налоговой вместе из нашей министерской информации разрабатывает внедряет и это будет носить абсолютно законный характер то есть вы загружаете программный продукт с пеноваря 2021 года вы используете свой смартфон как кассовый аппарат помните сколько было слез крико серик а как же кассовый аппарат да да спорить не буду все данные будут дублироваться потом на бок да 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 поэтому очень если вас по счету движение будет не совпадать движение по смартфону будет вам это юрок в европе так это работает почему в европе люди не любят заниматься бизнес. Говорит, да вы что, там же налоги. А у вас пацаны, да и ваш штаб. Тут украл, там украл. Левачок, контрабанда, фальсификат. Ура! Не, я понимаю, что действительно, если это запустить, ну, контрабанды сложно будет торговать. Фальсификатом очень сложно. Ну, просто нестыковки будут. Потому что получится, ваши данные по смартфону будут не совпадать данными по счету. Подозрите. Так что, еще раз говорю, вот эти все разговоры, что, ой, недоинкарского аппарата, это дорого. Нет. Обращаю ваше внимание, что это все будет бесплатно. Ну, в самом случае, так написано, что это все можно будет загрузить с вашего электронного кабинета налогового, налогоплательщика. Это все бесплатно. Еще раз повторяю, с 1-го ряда 2021 года. Сейчас это, ну, как бы, утверждается, внедряется там. Я насколько понял, с 1-го августа 2020, то это будет, как бы, добровольно. Ну, вы можете, но это не будет обязательно. А с 1-го ряда 2021 по полной. Как в Европе. Хотели, как в Европе? Получайте. Я понимаю, что многие наши бизнесмены позакрываются. Ну, что сказать, ребята. Понимаете, когда я говорю, что у нас классно, вы говорите, не, не в Европе. Я говорю, не, ребята. В Европе там по-другому. Вот сейчас попробуйте платить налоги. Тогда скажете, классно или нет. Да я знаю, что налоги налоги платить не хотите. Новость, которую я несколько раз вас в предыдущих сообщал. Смотрите. Украине надо было погасить в этом месте миллиард долларов. Спасибо. Украина погасила еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов. В свое время их выпустили под госгарантию США. Причем, когда выпускали, там такая была эйфория. Вот это. Спасибо. Все. Кучно, но неинтересно. Миллиард долларов. Кредит МВФ мы не получили. Возникает вопрос, где взяли. Ну, действительно, частично просто Нацбанк купил на Межбанке. Ну, вы видите, Минфин Нацбанка купить может валюту. Купил. И частично Минфин купил напрямую сам на Межбанке. Помните, немножко как-то курс попрыгал. Вот. Все. Видите, как скучно. Я вам еще раз говорю. Понимаете, это так нудно, так неинтересно, так скучно. Ну, погасили миллиард долларов. И кто это заметил? Я себе не сказал бы. Никто не заметил. Серьезно. Ну, сразу, я беру, скажем, там в сентябре надо будет погасить по другим еврооблигациям этим тоже миллиард. Миллиард 200. В сентябре месяц надо. Погасим. Погасим. Ну, миллиард же погасили. Ребята. По этой причине, когда многие рассказывают, вот, сейчас, дефолт, надо будет. Какой ты, какой ты, какой ты, какой ты, какой ты, какой ты, ну, без проблем же погашаем. Ну, вот, погашаем же без проблем. Ну, вы же курс видите? В обменниках видите? Что у нас там в обменниках? Ну, этот несчастный курс, там, пара копейки туда-сюда двигается. Да, не 25. Не было бы карантина, было бы 25. Ну, карантин потолкнул. А так, 27. Еще одна новость. Ну, в принципе, я уже при, скажем, я про предыдущую говорю, это еще. Это Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро. Ну, макрофинансовой помощи. Сразу говорю, это все бессмыслится. В каком смысле? Вообще, с начала, извиняюсь, с начала 2014 года Евросоюз выделил Украине 3,8 миллиарда евро. Но! Это не подарок, это кредит. 3,8 миллиарда евро надо погасить. Вот 500 миллионов выходит туда. Большая часть денег идет куда? На плату услуг европейских консультантов. Да, частично за счет этой валюты покупают газ в Евросоюзе. Не спорят, покупают. Спорить не буду, действительно покупают. Но, по большому счету, надо звучить. Финансовая помощь. Но, как черт финансовая помощь, если надо будет потом возвращать? Честно говоря, пень не брал. Ну, нафиг. Ну, смотрите, получается, мы погасили миллиард. Вот мы сейчас возьмем 500. Нет, мы еще не получили. Это что? Мы получим. Получим. Мы еще не получим. Мы возьмем 500. А потом их надо будет погашать. Зачем? Где тут логика? Не понимаю. У нас на сегодняшний момент валюты свои хватает. Зачем брать? В долг? Ну, какой-то мазохизм. Мы берем долг, чтобы было больше долга? Не понимаю. Не, ну, я понимаю, что тут распилят эти деньги. Потому что, ну, кроме того, что европейские наши пацаны тоже руки погреют. Поедут по заграницам, порассказывают какие-нибудь реформы. Дивный риск. Так, еще новость. Ну, как бы радостная. Цены на базарах, на ощупь снизились. Ну, действительно, снизились. Спорить не буду. Ну, тут не причислили. Они даже причисляют, Молодая капуста, цветная капуста, помидоры, огурцы. Да, да, да. Сегодня магазин заходил. Ну, серьезно. Мне действительно. Ну, понятно, делать до нуля они не упадут, но от 3 до 5 гривен на килограмм, да, ну, зависим. Лимоны подешевели, подешевели. Ну, хотя это, скажем, импорт подешевел. Но, действительно, лук молодой. Тем более, выбор. Знаете, что я скажу? Если в Советском Союзе кто-нибудь мне бы рассказал бы, что, зайдя в сельский магазин, ты мог бы иметь такой выбор товаров, я бы не поверил. Никто бы не поверил. Честно. Никто бы не поверил. В сельском магазине в Советском Союзе это было такое божество. Приходишь, там концерны стоят, ну, может быть, хлеб есть, колбасы, все остальные, никогда не было. Водка была, водка была, водка была. Пиво было, да, какие-то конфеты, Дузькина, помните, как? Дузькина радость. Знаете, конфеты? Да, были в Советском. А сейчас, боже, как поменялась жизнь. Как все-таки классно мы живем, ребята. Амамея. И постоянно ругаемся. Ну, что, хватит, хватит, все. Хватит на вас, для вас сегодня экономический, новостей. Последняя новость, сложно сказать, она не экономическая, но может кого-то обрадовать, кого-то горчить. 29 мая 1453 года пал Константинополь. Войска Османской империи взяли Константинополь. Все. Изантийская империя исчезла раз и навсегда. После этого мы знаем город Стамбул. Я понимаю, что некоторые скажут, это хорошо, никто и скажет, это плохо, но это вот история. Вообще, по большому счету, если сравнить с падением Рима, то да, действительно, Константинополь, так сказать, пережил практически тысячу лет. Тысячу лет. И после этого тоже упал. История, вещь интересная. Там бывает невероятное приключение, а сегодня пятница, ночь уже закончилась, бода хорошая, завтра суббота. Желаю вам хорошо гульнуть, отдохнуть, ну и будут новые новости. Надеюсь, очень хорошие. Спасибо.